Ола, амигос! А на что можно смотреть вечно? Ну, конечно, на то, как с довольными физиономиями в тёплом здании Европарламента собираются, ну, всякие те, которым, ну, данную поездку оплатили, для того, чтобы узким местным кругом послушать фон Дерляйн. И заодно вот сегодня точно, вот, полюбас, решить вопрос с потолком цен на нефть из России. А в идеале ещё и на газ. Хотя нет. Куда забавнее смотреть, как они ближе к вечеру рассасываются, с громкими заявлениями, что вот, ну, в следующий раз, ну, мы точно уж придумаем, как усрать и без того печальное энергетическое состояние ЕС. Ну и не вдаваясь в подробности, вы и так всё поняли. С нефтью вот уже прям почти, ну, всё вышло. Но, по крайней мере, Евросоюз точно обозначил два момента. Первый, что будет введён некий переходный период для реализации ограничений в 45 дней. И самое важное второе, что речь идёт именно о российской нефти. Ну, а куда круче прошла темка с ограничениями на газ из России. Ну, тот самый, который злые русские сжигают, но Европе не продают. И вот сквозь сопли и всхлипы европейское единство решило проблемы в энергетике под лозунгом «Клин клином поправить». И исключить жижу голубую российскую из системы совместных закупок. А это 15% нужных для заполнения хранилищ. А вот 85% оставшихся каждый закупает у кого и как может. И, кстати, мы это говорим только о хранилищах. Ну, да. В общем, Евросоюз и правда беспощаден. Их ограничения с санкциями и правда делают всё, чтобы угробить российский Газпром. Ну, жёсткие они, конечно, ребята. Ну, что есть. Правда, есть маленький нюанс. Раньше ЕС осуществлял эти совместные закупы сам. А теперь они найдут посредника, который будет делать это за них. Ну, контракты собирать, предложения искать, договорчик даже с какой-нибудь компанией заключить. Ну, а-ля ООО «Это не Газпром полюбас». И единственный вывод, который можно сделать из всех этих туз, что понятие «опыт» ЕС пока неизвестно. И на смену вопросам «что, где, как и когда» единственный разумный «а нахрена» в голову пока им не приходит. Ну, так каждый портит свою жизнь как хочет, и тут главное не мешать. А как пишет политика, в ЕС начинают приходить в ярость из-за действий Байдена штатовского и обвинять святая святых в получении сверхприбыли из-за кризиса на Украине и в Европе. И вот это «в ярость» я прям перечитывал и перечитывал. Прям вижу, как они у себя дома сидят в туалете, ножками стучат и высказывают своё негодование, срывая голос с криком в очко унитаза. А следом уже на работе на срыве гортани высказывают поддержку и к заокеанским партнёрам и союзникам, которым даже замаслёнкой тянутся уже впадлу. И весь процесс, ну, на сухую проходит. И помимо всё тех же безумных цен, по которым в ЕС газ идёт, затрагивают там и другие радости, а-ля экологические субсидии. И вроде на старте там что-то, а-ля для всех и вся была. А по факту оказалось, что только для американских компаний и не очень американских, но которые хотят таковыми стать, перебравшись в Америку. А вот для всех остальных это будет последний гвоздик в крышечку, так же, как и для европейской промышленности. И по мнению газетёнки, так делать нечестно, ведь европейская общественность может и обидеться, что, кстати, тоже верно. И если не дай боже такое произойдёт, это будет совсем другой разговор и в другом месте. Ну, в плане в соседней кабинке, где евродепутатики будут снова в очко орать, а успокоившись, хвалить и ратовать за своих заокеанских партнёров. Ооо, чудо, сука, 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 сука. Но главное не скатываться в пессимизм, хотя при таком подходе к жизни ты или прав, или приятно удивлён. А между тем к сенсационным умозаключениям пришёл Сенат США. И предполагают там, что пандемия коронавируса произошла из-за некого инцидента, связанного с исследованием. А что ещё удивительнее, чуть ранее группа исследователей из Германии и США тоже пришли к такому выводу и даже нашли доказательства того, что ковидло это результат биоинженерии. Ну да чё ж прекрасно. Ну как бы когда весь мир на ушах стоял, ничего не нашли. А сейчас вот движ на Украине, энергокризис, пипл не знает, что завтра жрать и чем дома отапливать. И тут хренак так вот и звёзды сошлись. Ну всякое бывает, конечно. Но это точно никак не связано с Тайванем, ни с Китаем, ни со Штатами. Ну конечно нет. Иначе бы представителей Германии там бы не было. Но не могут же они так сильно жаждать новых ощущений. Но мы же все помним про первые втягивания в чужие разборки с отсутствующей маслёнкой. Хотя Германия-то, ну да, да мы все выросли на их фильмах и там всякое бывало. Но думаю это просто совпадение. А помните, не так давно Россия и Китай поднимали вопрос по поводу биолабораторий штатовских в совбезе ООН. И что сказал тогда глаз все коллективно западный? Нееет. Ну а теперь, друзья, включаем кого? И вы удивитесь единству мне. Ну и так поржать. Все же знают пословицу «Не рой другому яму». Джон Арнс, пришедший на пост директора по выборам в Сан-Франциско в далёком 2002-м, служил верой и правдой и даже разработал план расовой справедливости. Но весь такой за разнообразие и расширенную палитру выступал. И вот был он отправлен в утиль. И звучало это так. Наше решение не связано с вашей работой, но после 20 лет мы хотим принять меры по реализации городского плана расового равенства и дать людям возможность побороться за лидерские позиции. И думаю, вопросом это потому что я белый, он не задавался. Отличного дня. Пока.